Доброго времени суток, друзья! Приветствую вас на канале PolarWolf «Гороскоп и футбол». Гороскоп на сегодня, 3 июня 2020 года, для всех знаков зодиака. В среду, 3 июня 2020 года, до 17 часов 45 минут продолжается 12-й лунный день, а с 17 часов 45 минут и до 19 часов 17 минут следующего дня – 13-й лунный день. 13-й лунный день, достаточно спокойный и приятный день, проходит под символом колеса, олицетворяющий жизненный цикл, перерождение и обновление, благородство, изменчивость и изменения в материальном мире. С одной стороны, день способствует накоплению новых знаний и преображению, возвращением на круги своя. В этот день вас может настичь прошлое, в вашей жизни могут появиться люди, о которых вы уже готовы были позабыть. Могут вновь свершиться те же события, что вы уже наблюдали в прошлом, есть вероятность повторить свои ошибки, наступить на те же грабли. Возвращение прошлого напоминает вам о каких-то незавершенных делах. Постарайтесь покончить с ними и избавиться от груза прошлого. С другой стороны, сегодня к вам возвращается накопленный опыт, а потому вас могут потревожить нерешенные проблемы. К вернувшимся проблемам желательно отнестись спокойно, без раздражения и нервозности. Как ни крути, это ваш прошлый опыт, и вам дается возможность вернуться к нему и обратить его в свою сторону. А это очень большой плюс. День удачен для активных коммуникаций. Общительные люди сегодня будут иметь успех. Коллективная работа окажется плодотворной. Массовые мероприятия принесут хорошие доходы. Публичные выступления окажут сильное влияние на слушателей. От людей будет поступать большое количество информации, которую необходимо изучить и отфильтровать. Помните, что бесполезная информация только засоряет ваш ум и путает его. Чтобы избавиться от груза нерешенных проблем и не возвращаться к ним впредь, а также не накапливать новые, в этот лунный день рекомендуется обратить свое внимание на карму. Желательно глубоко проанализировать свою жизнь с малых лет. Подумать над совершенными поступками, особенно если они были неверными или причинили кому-то вред. Возможно, вспомни свои ошибки, сегодня вы поймете, как их исправить. И тем самым получите не только хороший урок, но и улучшите свою карму. Информации в 13-й день лунного месяца будет поступать очень много. Желательно серьезно отнестись к получению таких знаний. Это связано с тем, что есть риск потратить свое внимание на абсолютно бесполезную информацию, которая настолько влияет на вашу осознанность, что в некоторые моменты вы сможете не найти верных решений у, казалось бы, совсем простых ситуаций. 13-й день лунного месяца дает возможность охватить и понять весь свой жизненный опыт, что в свою очередь способствует обретению гармонии и нахождению своего места в этом мире. В старину в этот день пекли хлеб, пряли нитки. Здоровье и питание. Сегодня можно смело устраивать или посещать застолье. Полезно немного нагрузить свой желудок. Также допускается употребление алкоголя. 13-й лунный день посвятите коррекции своего тела. Все косметические и лекарственные средства наделены сегодня особой силой. Они будут полезны вашему организму. Побочных эффектов не возникнет. Удачный день, чтобы удалить с лица или тела бородавки, родинки, пятна, морщины. Посетите сауну или салон красоты. Можете сходить в парикмахерскую и подстричься. Стрижка в 13-й лунный день не только полезна для здоровья, но и удачно. Она сделает вас привлекательнее и моложе. Сегодня в вашем организме обновляются все жизненные силы. Происходит процесс самоложения. Любые косметические процедуры окажутся как нельзя кстати. Старайтесь не заболеть сегодня, так как болезни 13-х лунных суток опасны и затягиваются надолго. Однако, если начать лечение сегодня же, то обладающие огромной целительной мощью лекарства могут способствовать скорейшему выздоровлению. Ваша болезнь может быть вызвана и нарушениями в состоянии кармы. Анализируйте свое прошлое, избавляйтесь от его груза. Любовь и отношения. Для пар, родственников и близких людей, кто постоянно находится в ссоре и ищет новые поводы для конфликтов, день пройдет неблагоприятно. Уравновешенным же и спокойным личностям житейские бури не грозят. Помолвку, заключение брака лучше перенести на другой день. Сегодня хорошая пора для сексуальной близости. Но зачатие ребенка нежелательно. Дети, зачатые в 13-й лунный день, очень часто болеют. Работа и творчество. Старайтесь действовать сообща. Не отрывайтесь от коллектива. Общайтесь с коллегами и начальством. Сегодня ничего особенного не произойдет. Но и вы важных действий не предпринимайте. Не начинайте крупных дел. Скорее всего, они провалятся. Хорошее время для анализа своей трудовой деятельности в прошлом, для сбора документов и информации, составления отчетов. Можно решать финансовые вопросы. Проводить пиар-компании. Для судебных разбирательский день не очень удачен. Также не стоит сегодня менять место работы или квартиру. Поездки и путешествия также лучше отложить. Можно сегодня заняться творчеством. Творец Демиург покрабительствует вам. Студенты легко усвоят новую информацию и с легкостью сдадут экзамены. Рожденный в этот день находит удовольствие в учебе и поиске новых знаний. А его призвание – вечное странствие. В детстве и юности он подвержен опасным заболеваниям. Но если он их победит, то доживет до глубокой старости. Часто такие люди обладают необычными способностями. Они легко избавляются от груза прошлого. 13-й лунный день проходит под символом колеса, что означает хождение по кругу. Весь ваш накопленный опыт возвращается к вам вновь. И чтобы завершить круг, выйти на новый виток и продолжить свое развитие, необходимо избавиться от того, что вам мешает это сделать. Все ваши нерешенные и накопленные проблемы ищут своего выхода. И сны – один из способов понять, что вас беспокоит. В 13-й лунный день сновидение содержит ценную информацию, но она не лежит на поверхности. Поэтому к трактовке этих снов желательно подойти очень внимательно и серьезно. Верно истолковав свои сны, вы сможете понять, что необходимо исправить в вашей жизни, чтобы начать двигаться дальше. Сад-огород. В 13-й лунный день растение находится на пике своего роста. Жизненные силы растений сконцентрированы в плодах, стеблях и листьях. Оптимальное время для сбора урожая, готового к немедленному употреблению. В этот период садят и сажают урожай культур, у которых съедобной является наземная часть. В это время растения впитывают много влаги. Поэтому важен обильный полив в связи с активным ростом и интенсивным накоплением полезных элементов. В эту пору также рекомендуют проводить подкормку, прививку, черенковку, пересадку растений, укоренение усов. Кроме этого, можно рыхлить и прореживать, собирать семена. Не рекомендуется обрезать деревья и пикировать растения, когда луна находится в водолее. Нежелательно в этот период убирать листья и ботву. При подготовке участка перед посадкой рекомендуется соблюдать осторожность. Инструментом можно повредить новую поросль и корни, что может привести к их заболеванию и гибели. На растущую луну хорошо готовить заготовки на зиму, не подвергающиеся термической обработке. К ним относятся засолка и квашение. Желаю вам хорошего, плодотворного и удачного дня. И будьте здоровы! Ваш Полар Волф